Урок 15. Закономерный процесс развития общества. На этом уроке мы расскажем о закономерном процессе развития общества. Процесс развития общества по существу есть процесс развития человека. Общество развивается по мере развития народной массы, субъекта истории. Общество развивается по закономерному процессу, т.е. общественные богатства и социальные отношения развиваются по мере развития народных масс. Процесс развития общества есть процесс развития народных масс. Великий Ким Ирсен отметил. Процесс развития общества по существу есть процесс развития человека, а уровень развития первого, в конечном счете, определяется уровнем развития последнего. Развитие общества начинается с развития народных масс. И уровень его развития определяется уровнем развития человека народных масс. Процесс развития общества – это процесс создания общественных богатств и улучшения социальных отношений в соответствии с развитием народных масс. По мере повышения самостоятельного сознания и творческой способности народных масс умножаются общественные богатства. Рост и развитие материальных богатств общества образуется в результате повышения уровня самостоятельного сознания и творческой способности народных масс, расширения и активизации их производственной деятельности. И развитие всех духовных и материальных богатств, в том числе науки и техники, литературы и искусства, образуется по мере развития самостоятельного сознания и творческой способности народных масс, активизации их умственного труда. По мере развития самостоятельного сознания и творческой способности народных масс улучшаются социальные отношения. Только в результате роста своего самостоятельного сознания и творческой способности народные массы будут требовать прогрессивных социальных отношений общественного строя, активнее бороться для их реализации и в конечном счете будет утвержден прогрессивный общественный строй. То же самое происходит и в борьбе за усовершенствование социалистического строя. По мере развития вышеуказанных факторов, все социальные отношения будут улучшаться и совершенствоваться согласно самостоятельным стремлениям и коллективистской сущности человека. Общество развивается по закономерному процессу, то есть социально-историческое развитие происходит по мере развития народных масс. Историческое развитие общества есть процесс развития с низкого уровня на высокий уровень по мере роста самостоятельности, способности к творчеству и сознательности народных масс. С выходом из первобытной формации общество перешло к классовому обществу, где существует классовый антагонизм. Частные собственности и общества, основанные на индивидуализме, порожденном ею, раскололи общество на враждующие классы, принесли классовый антагонизм и социальное неравенство. Они всегда были сопряжены с гнётом и эксплуатацией народных масс горстью господствующего класса. Рабы, которых постигла участь и животных в рабовладельческом обществе, первом классовом обществе, постепенно приобрели дух неповиновения и начали подниматься на пребу. В результате восстания рабов за элементарное право на существование, наконец, пало рабовладельческое общество. В феодальном обществе народные массы, в том числе и крепостные и крестьяне, находились в жалком положении, подчиняясь помещикам или феодалам и подвергаясь жестокой эксплуатации формы феодальной ренты. Ибо в условиях жестокой феодальной эксплуатации и гнёта, сословного сковывания народной массы добивались постепенного повышения своего самостоятельного сознания на более высокий уровень и развивались свои творческие способности. К концу феодального общества они выступили против феодальной системы сословий, выдвинули чёткое политическое требование к свободе и равенству и развертывали борьбу хотя бы в разбросанном малом масштабе, объединившись в организации, в том числе и секретной. В результате антифеодальной борьбы крестьян в средневековье, которая неустанно велась на общем протяжении периода феодального общества, наконец-то было разрушено феодальное общество. На стадии капиталистического общества народные массы начали понимать, что пока существует эксплуататорский класс, неизбежны политический нажим и экономическая эксплуатация, и требовать навсегда отказаться от эксплуататорского общества. В росте самостоятельного сознания и революционной способности народных масс важным моментом послужило появление революционных идей рабочего класса и их революционных организаций. В ходе ожесточенной классовой борьбы против класса капиталистов родилась революционная партия, авангардный отряд широких народных масс, в том числе и рабочего класса, под руководством которой создавались массовые организации. Только тогда народные массы смогли стать организованными политическими силами и высоко проявлять свою революционную способность. Вооружение народных масс революционными идеями рабочего класса, сплочение их в революционных организациях и активизация их борьбы привели к утверждению социалистического общества, самого прогрессивного общества, где окончательно ликвидированы эксплуатации человека-человека, угнетение класса-класса. В странах, где утвержден социалистический строй, была создана юридическая гарантия уважения прав и свободы народа, хозяев общества и улучшения его жизни. Социалистические страны в короткий исторический срок достигли социально-экономического развития, с которым не справлялись бы капиталистические страны и за сотни лет. Решающим фактором определения развития социалистического общества являются народные массы, вооруженные социалистическими идеями. Процесс общественно-исторического развития, когда было похоронено эксплуататорское общество и построено самое прогрессивное социалистическое общество, более ускоряется по мере развития народных масс, его хозяев. Человек с социалистическими идеями, социалистическая власть и социалистическая экономическая система имеют тесную связь, причем здесь главным является первое. Решающим фактором, определяющим развитие социалистического общества и его судьбу, в любом случае являются народные массы, вооруженные социалистическими идеями и в отрыве от воспитания их более сильным существом, немыслимое развитие и завершение дела социализма. Общество развивается по закономерному процессу, то есть закономерности, присущей социальному движению, действует более последовательно на новом высоком уровне. Процесс развития общества есть процесс всестороннего претворения в жизнь закономерностей социального движения в результате теленаправленной деятельности народных масс. На социальное движение воздействует стихийность и теленаправленность. Стихийность, потому что социальное движение возникает случайно и происходит беспорядочно без ясной цели, направления и научно обоснованного метода. Целенаправленность, потому что народные массы, имея и всесторонне применяя ясную цель и научный метод, соответствующий требованию объективного закона общественного развития, инициативно, активно развертывая социальные движения. Процесс развития общества есть процесс сокращения сферы стихийности социального движения и дальнейшего расширения и укрепления сферы воздействия его целенаправленности, более всестороннего воплощения его закономерностей. Уровень целенаправленной деятельности народных масс, уровень целенаправленности общественного движения определяется уровнем развития у них самостоятельности, способностей к творчеству и сознательности, а также общественным строем, позволяющим быстроко проявлять эти свойства. До сих пор мы рассказали о закономерном процессе развития общества по мере развития народных масс. На следующем уроке речь пойдет о сути революционного движения и его основном принципе.